Бывший ревмосанаторий в 2006 году поменял статус на детский дом номер 3. Вместе со зданием, воспитанникам и воспитателям досталась масса проблем. В окна дует, комнаты, стены, подсобные помещения требуют ремонта. Решить их без помощи шефов из департамента строительства области было бы проблематично. Департамент строительства заменили нам полностью стеклопакеты на всех трех этажах, во всех комнатах. Затем департамент строительства построили нам гараж. Я вспоминаю тот волнительный момент, мы сделали окна, а когда в Никитинке действительно не было зданий еще вообще с пластиковыми окнами. И вот здесь, наверное, вся Никитинка в свое то время, я присутствовал, при этом собралась, было действительно в удивлении. И для детей, во-первых, это и тепло, во-вторых, это эстетично. С тех пор в детском доме еще многое поменялось со знака минус на знак плюс, и процесс обновления продолжается. А летом этого года для 20 наших девчонок были поистине счастливые дни, потому что они после каникул, после возвращения из лагерей вернулись в новые спальни. Милена Валиулина живет в детском доме вот уже 7 лет, а потому ей есть с чем сравнивать. В новой спальне и настроение царит другое. На вопрос, неприятнее ли получать от шефов личные подарки, книги, игрушки, косметику, отвечает. Ну это не только же для себя одной, это для всего детского дома, мы как бы со всеми общаемся. Если бы себе одной подарили, не всем бы было приятно, а тут сделали асфальт, и нам удобно на великах здесь кататься, на роликах. А так, если бы мне подарили одной, я бы одна пользовалась этим бы. Да, а так мы и радуемся все это, что на столовой есть прачечина, куда можно заходить и радоваться. Судя по тому, с каким энтузиазмом мальчишки и девчонки на встрече с представителем департамента области и администрации города рассказывали о каком общем подарке мечтают, Милена в своем отношении к презентам не одинока. Чем бы вы хотели, чтобы мы как шефы могли бы помочь? Поскольку у нас нет спортивной площадки, мы натягиваем веревки среди деревьев, пытаемся как-то в школе заниматься. У меня вопрос будет звучать немного вот так вот. Могли бы вы нам построить спортивную площадку? Ответ ребята получили утвердительный. Как можно отказать детям, которые предоставляют такое количество спортивных наград? Так что к лету здесь появится собственная спортивная площадка. При условии, что ребята разработают и предоставят проект будущего сооружения. Ну и, конечно, будут стремиться к тому, чтобы занимать только первые места в соревнованиях по разным видам спорта. Встречи с шефами из области никогда не заканчиваются только разговорами. В один из приездов, например, они завезли новую музыкальную аппаратуру. А на этот раз в подарок малышам долгожданные магнитные доски, на которых можно и рисовать, и решать задачки, и учиться писать. Ну а планы на долгосрочную перспективу у Александра Шнитко и его коллег такие. Ну пусть еще там несколько лет, и я думаю, мы откапиталим этот детский дом, не трогая бюджетных средств. Ну и будет действительно это делается для детей, чтобы им уютно было, чтобы они были как у себя дома.